В Кирове 13.07 в эфире традиционная для этого времени программа «Особое мнение». Здравствуйте, меня зовут Владимир Смытанин. В такую погоду была такая тревога, знаете, доберется ли для студии гость особого мнения. Но ничего, все в порядке, добрался. Это Олег Ткачев, руководитель Центра поддержки некоммерческих организаций, член общественной палаты Кировской области. Добрый день, Олег. Добрый день. Давайте пожелаем всем слушателям, автомобилистам в том числе, чтобы вы были осторожны сегодня, да? Да. В дорогах, но завтра, согласно прогнозу погоды, все-таки погодка будет получше. Я хочу начать все-таки с темы напрямую вас касающейся в общественной палате Кировской области «Новый патрон», «Новый секретарь». Буквально произошло это все очень быстро. Был введен он в состав общественной палаты и на днях был избран секретарем. Речь идет о личности, которая довольно известна в нашей области. Это Александр Александрович Галицких. Хотя проще всем, по-моему, говорить «Сан Саныч». Вот так и называют, и понятно, о ком идет речь. Я напомню, что долгое время Галицких занимался преподавательской деятельностью, руководил Вятской гуманитарной гимназией. Затем с 2004 года работал в правительстве Кировской области. Приглашен он туда на работу заместителем председателя правительства нашего регионального. Ну и после прихода, в связи с известными событиями новой команды управленцев, в конце сентября Александр Александрович был уволен с должности исполняющего обязанности заместителя председателя правительства. Я вот нашел прям под приказ, постанавляя это время исполняющего обязанности вывести Галицких исполняющего обязанности заместителя из состава правительства Кировской области в связи с его увольнением с этой должности. Вот, по прошествии нескольких месяцев, Александр Александрович находился вне поля зрения, по крайней мере для СМИ, и вот эта фигура снова возникает, уже в должности секретаря региональной общественной палаты. Как вам вся эта история, Олег? Ну как, это обычная история? Обычная? Ничего такого, сверхъестественного? Ничего сверхъестественного. Как заодно со старой командой как-то? Вы проводили, а сейчас сюда. Ну, вы знаете, на самом деле, всем известно, что Александр Александрович стоял у истоков общественной палаты, всегда пристально и внимательно следил за деятельностью, чем мог, помогал. А чем конкретно? Помогал устанавливать связи, может быть... Помогал устанавливать связи, согласовывать какие-то вещи на уровне правительства. Буквально при процедуре избрания, после процедуры избрания, вот вспоминали самое первое заседание общественной палаты, самого первого созыва. В 2009-м? В 2008-м. В 2009-м, в 2009-м, все-таки, наверное. В 2010-м году, когда первое заседание, там, с выборами, там, со всем, шло с трех дня до полуодиннадцатого ночи. Делились впечатлениями о тех временах, о тех подходах, когда только начинали. Ну, собственно говоря, я думаю, что Александр Александрович именно тот человек, который обладает багажом знаний, навыков, опыта, связей, понимания, то есть... Но это не секрет Галецких в марте отметил 60-летие, 60-летний юбилейцу, да. Я думаю, что здесь он будет на месте. Сейчас он посмотрит на всю ситуацию, там, и у нас в регионе, немножко с иной точки зрения, то есть, со стороны именно общественности, то есть, не как представителей власти. Ну, надеюсь, что все будет хорошо. Рекомендации, может быть, какие-то советы хотели бы дать новому секретарю? Впереди просто очень много работы, очень много работы, потому что у палаты есть много наработок, которые необходимо обсуждать с новоизбранным секретарем, то есть, необходимо обсуждать, каким образом эти наработки будут реализовываться в дальнейшем, чтобы он для себя как-то понял, осознал, уложил, то есть, каким образом его деятельность на мосту у секретаря палаты будет помогать, то есть, именно в конкретных уже начатых делах, и, собственно говоря, необходимо, наверное, необходимо переобсуждать какие-то новые подходы, может быть, какие-то новые идеи, то есть, что делать нам со всем комплексом отношений общества и власти в Кировской области. Обновление – это всегда хорошо. Олег, вы можете пояснить ситуацию? Когда мы общались в этой студии уже с экс-секретарем общественной палаты нашего региона Андреем Мусенко, после того, как он стал представителем в общественной палате Российской Федерации, он сказал, что вот сейчас состоятся выборы исполняющего обязанности секретаря, они состоялись, Марина Николаевна Копырина стала, и, по словам Мусенко, полноценные выборы полноценного секретаря должны были пройти в июне. Вот эти слова звучали прямо в нашей студии. По регламенту… Спешка какая-то? Нет, 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 нет. Ну, по регламенту общественной палаты, собственно говоря, выборы могут произойти на ближайшем пленарном заседании, то есть, сроки там тоже обозначены, то есть, я не заметил никакой неспешки, ничего такого. Собственно говоря, а чего тянуть до июня, то есть, мы могли бы, ну, на следующем пленарном заседании, там, через, которое организуется, могли бы, вот, ну, а чего, если, в принципе, и так все понятно. Сможет ли, на ваш взгляд, еще, наверное, последний вопрос уже по этой теме, сможет ли, на ваш взгляд, Александр Александрович выстраивать такие конструктивные отношения с областным правительством, или могут возникнуть какие-то, возможно, препятствия? Ну, вспоминая о его продолжительной деятельности, в том числе и в прошлой команде губернатора. Ну, на будущее загадывать, там, не знаю, такое неблагодарное занятие, но просто Александр Александрович, именно тот человек, который, там, мастер компромиссов, и я думаю, что, там, со своим опытом и знаниями он найдет общий язык, там, с любыми представителями государственной власти. Я не принижу здесь каких-то особых проблем. Хорошо, давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Напомню, что это особое мнение Олега Ткачева, руководителя Центра поддержки некоммерческих организаций и члена общественной палаты Кировской области. Через полминуты мы вернемся. Ну, следующий мой вопрос вам, Олег, будет по теме, в которой вы ДОКО, что называется. Буквально на днях стартовал прием заявок некоммерческих организаций на президентские гранты. В этом году насколько активны наши некоммерческие организации? Ну, организации активны, то есть изучают новые правила, то есть в этом году произошла кардинальная перестройка системы президентских грантов. Если раньше было поручено вести эту работу 8-9 операторам, то есть количество минералов сезона от сезона, то сейчас эти операторы, они вошли в объединенный экспертный совет, создан новый оператор, единственный оператор. Фонд президентских грантов. Да, фонд президентских грантов. Ну, в принципе, это ожидаемо, это деятельность нового заместителя администрации президента Кириенко, которого мы знаем, помним по предыдущим вещам, когда он был по предам президента в Привозском федеральном округе, когда были ярмарки социальных проектов окружные, то есть, собственно говоря, с грантовыми конкурсами. То есть эта деятельность для него не новая. Общий язык Кириенко с представителями гражданского общества всегда поддерживал, всегда с пониманием. Мы знаем Кириенко как человека ответственного, и который доводит начатые дела до конца. Собственно говоря, представители некоммерческих организаций достаточно позитивно восприняли изменения, и недавно... Подвохов нет никаких, на ваш взгляд? Все честно, открыто? Да, ну, по крайней мере, декларируются, и мы верим, то есть, ну, нет оснований, там, не доверять человеку, которого мы, в принципе, давно знаем, по его деятельности. То есть были презентованы, там, обсуждались, там, новое правило. Там, собственно говоря, там, все претензии, там, к предыдущей системе грантовых конкурсов президента постарались учесть, как-то нивелировать, там, шероховатости. А что это шероховатости? Ну, это же основные понятные. А не какого-то формального плана, или нет? Ну, понимаете, сама конфигурация, там, грантового конкурса, сами правила, там, подача заявок, там, участие, когда речь идет о всей стране, когда речь идет о тысячах организаций, когда речь идет о совокупных бюджетах, исчисляемых, там, миллиардами, то всегда появляется, ну, куча разных вопросов. То есть были претензии и были коллективные письма, там, по поводу соотношения бюджетов, выделяемых для регионов и для столиц. Там были претензии по поводу, там, тенденциозности, закрытости, там, конкурсных процедур. Были непонятности по, там, уровню бюджетов проекта. То есть, ну, как? То есть в одном конкурсе соревнуются те, кто просит, там, 200-300 тысяч рублей, и тут же заявки на несколько миллионов рублей. Ну, как-то, да, не слишком корректно, да. Их как сравнивать друг с другом? То есть как работает экспертная комиссия, то есть экспертная комиссия разных операторов, а они работали по-разному. У одного оператора приветствовались вот такие подходы, у другого, там, другие. То есть один и тот же комплект документов, подаваемый одной и той же организацией, там, один оператор принимал, другой оператор говорил, что у вас тут, там, есть какие-то формальные причины, там, отклонить, то есть не принять. В общем, сейчас под единой такой шапкой будем надеяться, что всего этого можно будет избежать. Мы, собственно говоря, создали единое окно с единым правилом, с едиными требованиями, переформатировали именно там формат конкурса, чтобы он был более понятен, более прозрачен, более там, справедлив для участия. В этом году появилось, ну, три уровня, собственно говоря, заявок по размеру, по масштабности. То есть, ну, это в денежном эквиваленте, то есть, в положении написано о проектах, там, до 500 тысяч рублей, далее идут проекты от 500 до 3 миллионов, и далее, ну, те проекты, которые, там, заявляются на сумму больше 3 миллионов. Для каждой категории проектов, то есть, собственно говоря, разные критерии оценки, и что немаловажно, там, в этом положении, в новом положении опубликована таблица критериев, то есть, и таблица значимости по каждому критерию, там, ну, баллов, делаемых экспертами. В общем-то, система, такое ощущение создается, что довольно хорошо проработана грамотно. Ну, да, да, да. То есть, мы смотрим и по кадровым назначениям, то есть, руководителя, там, объединенной структуры, это человек, который имел, там, позитивный опыт, там, которому, там, вообще мало нареканий, там, в структуре... Илья Чукалин, в его имя, всегда, да, да, да. То есть, он работал в Минэкономразвитии с конкурсом Минэкономразвития для некоммерческих организаций. Там, к этому конкурсу было минимум претензий, потому что там было сделано все технично, прозрачно, то есть, публиковались все рейтинги, оценки, вот. Собственно говоря, там, Илья Чукалин идет вот с этим багажом, с этим опытом, вот. Ну, и кроме этого, там, используем опыт, там, различных других, там, негосударственных фондов при формировании новых правил. Вот, мы надеемся, что... А, и отдельно подчеркивается, что в этом сезоне не будет неформальных правил. Ну, да, то есть, то, что написано в положении, там, это жесткий закон, то, чего не написано в положении, учитываться не будет. То есть, не будет, как бы, неформальных рекомендаций, что лучше делать так, а вот так лучше не делать. Вот, то есть, это было открыто заявлено, то есть, продекларировано. И, собственно говоря, ну, мы ждем, посмотрим. Я добавлю, что этот грантовый конкурс будет продолжаться до конца мая, до конца весны. Общая сумма грантов составляет 4,5 миллиарда рублей. И еще вопрос по... Ну, это первая... Да, первая волна. То есть, вот этот бюджет, он объявлен, как бы, на две волны. То есть, принято решение сделать две волны конкурса. То есть, первая стартует сейчас, вторая будет позже. Осенью, очень. Да, да. И еще хочу спросить, Олег, то, о чем мы говорили раньше в этой студии, развивается ли вот эта тема, эта история с предоставлением НКОшникам социальных функций государства у нас в регионе? Или все как-то забуксовало? Ну, как вам сказать, буквально вчера у нас было заседание комиссии по развитию гражданского общества в общественной палате. Оно было расширенным. У нас как раз тема была именно эта. Именно эта, да? Да. То есть, некоммерческие организации, как поставщики социальных услуг. Которые традиционно выполняло государство. Да. Собственно говоря, у нас вчера пришли представители профильных министерств. Пришло министерство внутренней информационной политики, которому поручено координировать эту работу. Во главе? Да. С руководителем Владимировичем. С Владимиром Андреевичем. Мы вчера очень долго, очень подробно, эмоционально обсуждали. Там различные нюансы, различные подходы. Ну, собственно говоря... Ну, какие ориентиры ставятся? Ну, ориентиры... К чему идти? Ориентиры очень простые. То есть, система развивается. Необходимо, возможно, шире доносить до некоммерческих организаций информацию о том, что можно и возможно заниматься социальными услугами, и государство на определенных условиях может компенсировать расходы по оказанию таких услуг. Однако, отдельно подчеркивается, что если государство платит за услугу, оказанную человеку, а эту услугу оказывает некоммерческая организация, да, любая организация, то это государственная услуга, собственно говоря, и она должна быть оказана с качеством по самым высоким государственным стандартам. И в процессе обсуждения, да, и в процессе консультации до этого, там, с некоммерческими организациями, мы понимаем, что вот планк это... Ну, вот качество, даже по формальным признакам, она для большинства организаций сейчас, ну, просто неподъемна. Не до себе. Да. То есть, чтобы оказать, там, услугу, там, по полной программе, там, с государственным качеством, это надо соблюдать все ГОСТы, СНИПы, ну, оказание услуги. То есть, в соответствии помещения, там, всем нормам, там, санитарно-эпидемиологическим, там, пожарного надзора, ну, все по полной программе. И организация, претендующая на такую форму взаимодействия с государством, должна быть готова к многочисленным проверкам. И это, на самом деле, вот, по факту, это многих отпугивает. Но Вы говорили в прошлый раз, что таких НКО у нас по пальцам можно перечислить, да? Да, да. Буквально одной руки, которые готовы делать эту работу. Ну, наше-то правительство региональное, оно заинтересовано в этом, в развитии этой системы. И что вчера почувствовали? Что Вы слышали? Заинтересовано, но на условиях, что те организации, которые желают войти, пусть изучают правила, пусть подходят, будем разговаривать. А, ну, все-таки с позиции старших братьев, все-таки, да? Да. То есть, это мы тоже почувствовали. То есть, мы пытались предложить, ну, сделать какие-то варианты. Ну, а давайте какой-то, ну, вариант лайт. То есть... Ну, это мое... Фифти-фифти, не знаю, там... Нет, это было мое предложение. То есть, прежде чем оказывать государственные услуги, там, давайте потренируемся свои собственные услуги, которые, ну, не государственные, которые не оплачиваются за счет государства. Давайте попытаемся их формализировать, описать. То есть, ну, поступить как государство, но пока не за государственные деньги. Вот. Поработать, поучиться, собственно говоря. Вот. Вообще процедура оказания услуг. Допустим, любая организация, ну, любая организация, принимая каких-то людей, обсуждая с ними что-то, ну, по факту оказывает услуги. Платные, бесплатные, неважно. Зачастую, ну, мы знаем, наши некоммерческие организации, они, ну, не было потребностей, не утруждали себя описанием, там, а из чего состоит эта услуга, а какие, там, стандарты, там, качество, там, объем предоставления. Ну, как-то, если по наителю шло... Да, то есть, интуитивно мы понимаем, что пришел человек, с ним надо поговорить. 15 минут с ним разговаривали, или 2 часа. Ну, для нас это, там, суть деятельности, и это важно. То есть, мы видим человека, вот. Но фиксация вот этого факта общения, там, с человеком, обличение это в форму процедуры, вот, описанной в каких-то внутренних документах организации, этого, ну, тотально не происходит. Вот. И предложение такое, давайте научимся вот это вот все описывать. Как отреагировали? Отреагировали представители областной власти? Ну, я почувствовал, что, как бы, вот это вот, возиться с этим не очень интересно. У меня тоже пришло, новым словом, возиться, да, излишняя возняка. Да. Как отреагировали? Я почувствовал, что вот эти формы работы, там, не очень интересны, то есть, их стимулировать. Ну, не знаю, то есть, мы еще будем обсуждать, будем пытаться убеждать. То есть, со своей стороны, мы будем пытаться прилагать максимум усилий, чтобы как можно большее количество, там, некоммерческих организаций могло и умело описывать собственные услуги. И это не только для того, чтобы участвовать в каких-то процедурах совместно с правительством и за государственный счет. Это пригодится в том числе и для развития своей деятельности или полуприносящий доход деятельности. Это так называется, то, что раньше называлось предпринимательская деятельность. Ну да, когда это зафиксировано все на бумаге, как-то осознание-то как-то меняется. Да, ну, то есть, мы исходим из того, что, там, независимость и, там, рост организации, там, стабильность ее существования зависит от уровня ресурсной оснащенности. То есть, есть деньги, организация живет, нет денег, то есть, ну, она числится. Чтобы деньги были, деньги могут быть из разных источников, там, из приносящей доход деятельности, от, собственно говоря, от граждан, вот, ну, и, может быть, от какой-то из форм государственной поддержки. Причем, ну, я-то считаю, что формы государственной поддержки, они не должны доминировать в бюджете организации. То, что касается взаимоотношения, там, с клиентами, это тоже, ну, это процедура оказания услуг. Их необходимо формализовывать, их необходимо, там, осуществлять технично. Вот, и это очень коррелирует, ну, пересекается, там, очень похоже на те процедуры, которые востребует государство, вот, которые предъявляют государство, там, требования к поставщикам социальных услуг. Вот, то есть, пока на собственной деятельности можно поописывать. Ну, вот, не хватает стимулов. Стимулов? Стимулов, нет стимулов, там, все эти вещи заводить. То есть, мало найдется желающих, там, из чистого любви к документообороту. Из фанатизма, я бы сказал. Да, да, да. Этот дополнительный документооборот вести. И вот, если бы была, ну, некая программа, вот, по стимулированию, вот, фиксирование собственной деятельности, мы бы получили, во-первых, срез, кто какие услуги оказывает, люди описали себе услуги, ну, НКО описали свою услугу, НКО эту услугу реализовали и зафиксировали, кто по какому поводу, когда приходил, какую услугу получал, в каком объеме. Но эти данные, вот, если они были бы сводны от многих организаций, было бы, ну, шикарное поле для аналитики, в том числе и государственного. Ну, в общем, мы сказали, что будете продолжать встречу с представителями регионального правительства и пытаться находить новые методы и подходы к этой работе. Это особое мнение, напомню, Олега Ткачева, руководителя Центра поддержки некоммерческих организаций, член общественной палаты Кировской области. Нам нужно сейчас уйти на рекламу, и спустя пару минут мы продолжим. Продолжается особое мнение. Это мнение Олега Ткачева, руководителя Центра поддержки некоммерческих организаций, член общественной палаты Кировской области. Десять минут у нас остается до конца программы, ой, как неожиданно, времени-то мало остается. Давайте все-таки постараемся еще две темы затронуть. Одна из них – это городские дела, но перед этим я вас хочу спросить о следующем. Мы живем в последнее время в таком информационном пространстве, когда новости одни и те же, они с завидной регулярностью проявляются. И в том числе новости о задержании глав регионов по подозрению в получении взятки. Кировская область – это не исключение, к сожалению. Еще главы двух регионов в первой половине апреля были задержаны и помещены под арест. Это Александр Соловьев, уже экс-глава Удмуртии, Леонид Маркелов, экс-глава Мариэл. Я уже окрестил весь этот процесс таким сериалом. Вот в чем его суть и цель, смысл для федеральной власти, Олег, как вы думаете? Ну, я думаю, что тут есть много разных аспектов. Много и очень много мнений. То есть, с одной стороны, вроде как бы, ну да, если человек там что-то совершил, то ему полагается получить то, что заслужил. С другой стороны, не все так однозначно. И, ну, не знаю, мне как-то не очень верится, что у нас там все через одного руководителя регионов вот такие вот махровые взяточники. Вот. Ну, вообще, в принципе, я так думаю, что заступая на подобную должность, там, любой начинающий губернатор, не знаю, должен проходить процедуру, как у Папы Ильинского, когда жгут бумагу, там, посыпают его пеплом и говорят, так проходит мирская слава. То есть сразу однозначно, что там все это, все ваши сегодняшние достижения, там, ну, все это тлено, это все может, как сгоревшая бумага, там, рассыпаться в прах, там, в единый момент. На самом деле, вот то, что однотипное событие происходит, там, в течение, там, буквально одного сезона, политического. По одной и той же статье. По одной и той же схеме. И схема, да. Мне кажется, что это элементы, ну, некого такого определения жанра политической деятельности. Собственно говоря, мне кажется, что, если так о глобальной политике поговорить, в преддверии президентских выборов федеральная власть пытается дать четкие, однозначные сигналы, что ни один из региональных руководителей не должен думать о политических амбициях федерального уровня, а должен внимательнее следить за... За своим хозяйством, уверенным ему. За своим хозяйством и за своей, там, ну, я не знаю, там, чистоплотностью и прочее-прочее. То есть вот это такой явный сигнал, что, если пожелается, то за каждым крепким хозяйственником и проверенным человеком, там, другом президента, там, и так далее, ну, все же объявляют себя друзьями президента. Маркелов же вроде как хорошо расстался, да? А через неделю бац! Да. Собственно говоря, там, если поскрести, то там никто не застрахован. А вот интересно, Олег, как сейчас ведут себя главы других регионов, которые еще на своих местах? А вот все... Вот как им? Они дрожат, не знаю. А я не знаю. Они заметают следы, если там что-то успели. Я не знаю, я не глава, там, региона. Ну, а если представить себя на месте губернатора? Да, боже, упаси. Вот, собственно говоря, как бы, нам показывают, что должность губернатора, это, ну, собственно говоря, расстрельная должность, что финал губернаторствования, он какой-то все, так, к одному концу, вот, и, ну, не знаю, чисто по-человечески становится жалко, там, тех людей, которые, там, заступают, которые идут на выборы, там, губернаторов. Если постоянно происходит одно и то же, там, неужели через несколько лет, там, и я, того человека, который сегодня кандидат, ожидает, там, ровно это же. Вот, ну, не знаю, там, других исходов не демонстрируется, по крайней мере. Может быть, они и есть, но я вот не знаю, кто, куда ушел, там, наверх на повышение, там, кто из губернаторов, там, стал, там, федеральным политиком такого, чтобы, вот, стал заметен. Вот, мне кажется, специально глав регионов, вот, так вот, пытаются держать в железном узде, чтобы федеральная политика была, меньше зависела от региональных влияний. Ну, шучу, ну, шучу, ну, вот, шучу как-то жестко, намекаюсь, вот, жестко. И, конечно, люди оказались в такой ситуации, которую никому не пожелаешь. Хорошо, давайте все-таки о делах городских-то поговорим. Сегодня нам погода опять сюрприз преподнесла. Я сегодня целый день думаю о том, как же тяжело управление благоустройством и транспортом. И, вроде, вот, снег-то выводили, и денег-то уже все потратили. Мы все прекрасно знаем, что всю зиму и всю весну глава администрации городской Александр Перескоков чехвостит и в хвост, и в гриву этих самых подрядчиков. Плохо работаете, и плохо дороги ремонтируете, и мусор убираете. Это тоже вот у нас бесконечная история. На ваш взгляд. С выпадением снега? Нет, с плохой, с плохой работой. С плохой работой. С той атмосферой грязной, которая царит у нас в городе. Ну, не знаю. То есть, как бы, на самом деле, многое не нравится. Вот, далеко от идеального. Вот, но где-то что-то работает. И я просто не знаю, имеет ли смысл вот все вот выносить на публику и каждый день демонстрировать, что начальник поругал очередного подчиненного за то, что тот не выполняет свои обязанности. А это, кстати, ведь традиция-то, она совсем недавно оформилась, да? Ну, да, да, да. Эти утренние планерки у них, потом кадры появляются. То есть, вот это уже как-то начинает утомлять, потому что, ну, слушайте, вы занимаетесь своей работой, то есть, в том числе и распекание там подчиненных, это, ну, это элементы вашей повседневной деятельности. Вот, один-два раза, то есть, там, какие-то публичные вещи, то есть, за неисполнение там выгнали публично, там, осветили. Да, это интересно, это, ну, какие-то, как знаковые события. А когда это происходит уже каждый день, это становится не знаковым событием, а это уже начинает казаться имитацией кипучей деятельности. Вот. Уровень, там, ну, не знаю, там, более-менее постоянно остаётся, уровень чистоты, там, города, порядка на улицах, он более-менее постоянен. Ну, за исключением сегодняшнего дня. Но сегодня донсуус. Да, да. А распекания идут каждый день, вот, и это уже начинает утомлять, там, слушайте, ну, хорошо, ну, вот. То есть, ощущение создаётся, что вы всю энергию на это как раз тратите, чтобы сдержать этот удар главы администрации. Это какой-то сады-мазахизм, наверное, сходить на эти планёрки в последнее время и получать по голове. Очень хотелось бы уже увидеть, чтобы власть сказала, вот, посмотрите, а вот у нас, вот, позитивные примеры, вот смотрите, вот, например, вот такой-то участок, вот, такой-то управляющий компаний, там, расчищен идеально, вовремя, там, ну, покажите уже, хоть, если, у меня вопрос, есть ли хоть кто-то, кто работает, там, хорошо, там, ладно, не идеально, там, кого можно похвалить? Вот, ну, покажите нам эти примеры, хочется уже посмотреть, хочется уже понять, а бывает ли это в принципе, настижимо, есть ли оно вообще в природе. Да, есть ли оно в природе, потому что, вот, репрессивные какие-то меры, то есть, я не знаю, то ли они не действуют, то ли это самое, и, может быть, не стоит засорять эфир частотой таких, вот, выволочат. Две минуты остается, и еще одна история, она тоже в занятную превратилась уже, я имею в виду, сцена на театральной площади, буквально накануне стало известно, что сцены новые к майским праздникам не появятся. Подрядчик, который уронил цену, стоимость этого проекта в два раза, он в Нижнем Новгороде находится, приехали, люди посмотрели и сказали, ну, не, ну, за эти деньги ничего не сделаем. Вот, сцена будем ждать теперь осенью. Как эту новость встретили? Ну, а как ее встретить? Ну, замечательно, 44-й федеральный закон в действии. О закупках, да. Собственно говоря, мне кажется, муниципальным, государственным заказчикам, которые работают по 44-му ФЗ, необходимо там, максимально использовать механизмы этого закона в плане наказания, там, за отказ. То есть, это, собственно говоря, должны внести автоматом в реестр недобросовестных поставщиков. То есть, по этому закону есть такая возможность? Да, да, да. И, я считаю, что просто обязаны. На самом деле, городу вот эта несостоявшаяся закупка нанесен, там, реально серьезный ущерб. Я надеюсь, я не смотрел конкурсную документацию, я надеюсь, что там было по максимуму обеспечение... Вот этого заказа, да? Обеспечение заявки на участие в аукционе. Не знаю, успели ли они заключить госконтракт. Видимо, нет. Там говорилось сообщение городской администрации, что договор был расторгнут. То есть, видимо, уже успели. Если успели, то в таком случае, это самое, там должно было быть обеспечение заказа. То есть, это определенные деньги, которые участник аукциона кладет как страховочную сумму. Вот если вдруг отказывается, то там, извините. Извините, администрация это может заиселить. Ну и кроме этого, разумеется, что эту организацию необходимо вносить в реестры недобросовестных поставщиков. А это означает, что именно это юридическое лицо в ближайшие три года, как минимум, не имеет возможности участвовать в государственных муниципальных закупках. Ну, в этих процедурах. Я понимаю, что могут там насоздавать еще юридических лиц, но в конкурсной документации, в том числе, может содержаться и указание на опыт предыдущей деятельности, опыт исполнения. Ну, то есть, необходимо наказывать. И максимально жестко. Я считаю, что город понес там убытки. То есть, у нас объект не готов. У нас опять перегнулись куда-то сроки. У нас опять необходимо делать передвижки по бюджетам, чтобы заново объявлять все эти конкурсные процедуры. Вот это, ну, конечно, плохо. Ясно. Вот так истекло время особого мнения Олега Ткачева, руководитель Центра поддержки НКОЧИ на общественном палате Кировской области. Всем желаем хорошего дня. До свидания. До свидания.